вот теперь так все таки большинство почему я продолжаю вебинары почему я не останавливаюсь по той простой причине в день неделю я прикидывал ко мне звонков до сотни на семьи вот так 50 это уж точно бывает вот такой день недели так я долго и нудно объясняю потому что знаете как у нас народ простой у меня за всю жизнь было два человека которые говорили вот сейчас прокрутируйте меня тут же высылаю деньги это два случая на тысячи остальные тысячи я кстати на что не навекаю я за это деньги не беру за советы а остальные тысячи просто и начинаю задавать вопросы не спрашиваю за рулем я постели я не важно вот и тогда получается что я долго нудно объясняю вот найдите всех которые скажут вот здесь про напишите где я кому не ответил хоть раз ну а раз два мог бы и забыть ну напомните все равно совет дам имели право давать советы это уже другой вопрос есть сад даешь советы нет сада пошел на это вы им отвечаете этим которые эксперты которые быстро научат а мы с вами ой сегодня я не успел мне прислали фотографию я еще сказал на вебинаре я отвечу а я не могу сейчас эту фотографию показать она на ватсапе только покажу на ватсапе вы видите сбоку целую колонку чужих этих телефонов не имею права тогда откладываем еще нас на неделю а я же не зря считаю что я продолжать должен я должен продолжать то есть как вот там значит груша 7 лет по моему так у нее ярко выраженное гниение основания так из основания то есть почва под ней сделан в этот что-то вроде что-то вроде клумбы с высокой с высокими этими с высокими ростками то есть вся и главное видно что она гниет прямо вот интересная фотография вопиет видно что гниет а центральный ствол боковая еще целое а центральный ствол ну и просто пока на пальцах объясняет где-то метр и вот это все сухое а она не знает почему сухое внизу уже почти может стать дерево загублено так ну совет дал я все еще недели спустя покажу фотографию и этот же самый совет еще раз а пока так вырежьте вырежьте побольше это самый разделите там же ямка явно этот самый берите тяпку это все это убирайте это все что мешает проветривание если побольше вырезать запасом и только сухой одной зеленью вот допустим третью часть кроны причем не резать вот так веточки как учат эти самые видите где у меня палец а просто взяли вот так чик вместе со всеми ветками вот то есть сухие плюс пониже которая запаса потому что чтоб выкрыли и скажите разве я не прав почему именно верхняя верхушечная мертвая не вот он туда сух шел-шел-шел и где-то на высоте два метра сдох а третий метр не пошел все что тут хитрого а не дай бог если б она не ко мне а не дай бог если б она на тот самый злосчастный сайт ее бы научили эти выпустить себя языки вы бы все узнали и не только они там многие советы дают вы бы узнали про десяток этих самых опрыскиваний десяток это десяток флаконов вам каждый бы предложил два-три а в сумме бы пол магазина вот вы все это выписали пошли купили и еще не вырастив ни одного плода вы уже что были бы вы уже на это купили бы несколько ведер будет а вот выйти даже цель на грушу выписали только если бы опрыскать то бесполезно они то этого не понимают никогда никто ни разу не попробовал сказать поищите причину там внизу а здесь вот сам вы думаете я что ли я в этом это учил да мои ученики уже не уже делать нечего уже сказали разгребайте низ . ну думайте там сколько 200 300 человек на том канале который на ватсапе 200 300 человек ну почему не 200 300 тысяч мы помогли страну переучить обидно вот а почему это сказал вот смотрите дальше пойдут ваши письма я сказал все самое интересное на вебинаре скажите пожалуйста а косточки которые порастут обязательно прививать на подвой собой или можно попробовать посеять вырастить не плевать а вот это вопрос да вопрос принципиальный я взял только одну фотографию нет ну погодите я не забыл про брата упомянуть вот он с косточки вырастил привет вот у меня есть особая папка там все эти фотографии других садов но обязательно чтобы вы как чтобы все происходение было от мая из моего сада посмотрите на эту фотографию там у меня сотни а я выбрал внимание ну как вам вот он ребенок а самый вот это вот эти вот зеленым хозяин обвел вот это вот он обрекло достаточно а это все нет читаем все они с из ваших косточек вот как мне отвечать на такой вопрос я сейчас возьму и отвечу так как у нас сотни фотографий показывал я просто скажу принципиально если вы закажете косточки вот и они будут расти это будет матерский абрикос сегодня я на фотографии показывал еще еще там последнее ведерко матерский абрикос бросил уже последнее жарая что делать матерский абрикос я просто не успеваю собирать вот и тут же рядом еще другие абрикосы с этого я уже 6 метров снял с этого 2 но это начало но они уже есть на фотографиях есть фильмах есть я ничего не выдумывал крым не ездил вот все в саду все его знают и вот получилось что если эти косточки посадить а это сыновья манчжурского абрикоса обязательно они вкуснее чем манджурис обязательно обязательно вкуснее и в этом году в самую жаркую жару нет кислых вообще то я делил сладкие кисло-сладкие сладко-кислое и кислое а самый кислый сам манджурис есть в этом году кисловатым остался манджурис остальные все сладкие я не говорю что они слаще меда или слаще допустим этого же вечеринского нет у них сахара чуть меньше но кислоты нет и получается закажите сувенир этот сын манджурца допустим да вот ну или абрикосы какие попроще попроще это у меня аморы и сельца амора и там же я в фирмах покажу будете смотреть видеть сам не надо еще за подписаться кто еще не успел на мой канал с удовольствием пожертвовал и в ю тубе и здесь и здесь и в ватсапе это самый лучший на показу или самая учебная а вот возьмем тут же рядом вот давайте это только начало по отношению вот это вот это начало по отношению так вот еще зеленоватое и тогда косточка из них что даст вот с такого или с такого или с такого это все 50 70 до 90 грамм в этом году до сутки не дотягивает вот видите вот эти 90 грамм а ну это где-то 90 грамм а у с него скорее всего такой вырастет понимаете но скажите мне на милость вот это что шутка стоит это все на полном серьезе вот то есть наверняка это не из я не знаю точно какие окончики обычно как мне всех по десятку вот такой список и попробую угадаю с чего это вылезло так вот я вам уговорю что скорее всего это слегка одичавший слово интересно от слова дико слегка одичавший вот кто это может быть не знаю вот парень держит возможно на высот а вы знаете реальность какова у него 90 процентов что-то на высот если железо его узнать не можно то есть если какой-то побегу мне смеетесь что пишет человек который писал эту фотографию санта королевский академик фаина т.д. который на такое дело упал. Мне же, вот это усадится, что он тут зелёным обведён. У него же два родителя, поэтому я узнать не могу. Год посадки 19. Собрал все котики крупно-плоды и средних абрикосов. Собрал, молодец, молодец. Преимущественно ваших немного от Бродского. Крупные котики с крупными, средние и с усредними. Высадил. В 22 году съели первые плоды. В 19-м. Внимание, год посадки. 19, 20, 21. На 4-й год. Я никогда не обманываю, когда говорю, что даже непривитые дают прекрасные результаты на 4-й, 5-й год. Сейчас стоят ближайшие деревья. Все посажены на холмы. 60 стук. Ну, прошёл ещё, получается, 2 года, 1,5 года. Ну, что из этих 1,5 года? 60 стук погибли. Даёт, конечно. А русский образ. Я же говорю, что это... Всё это может быть прекрасно. Всё. Не выдумал. Счастливое слово. Богом трёх. Не выдумал. Всё это реально. Здравствуйте, Владимир Васильевич. Подтверждаю. А что он подтверждает? Только правда. Опыт с горохом. Через 8 лет хоронения в холодильнике. Семян гороха вскоре 100%. Спасибо, что вы есть, Лида. Итак, Лида, я говорю, что я продаю косточки с 22-го, 23-го года. Большинство из вас, кто со мной связался, вот такие товарищи, вот такие вот, получили. Но это же не шутка, когда результат 60 штук. Это же что? Это здоровенный сад. Тогда получается, что мы подводили итоги 23-го года, а косточки были 22-го. Вот схожесть была почти у всех тоже как у её гороха. То есть, сейчас вам придётся выбирать. Всё ещё действует скидка. Вот сейчас, да, я вам показал ещё несколько дней, и у меня будут все сорта абрикуса. Почему? Обязательно. Почему? Потому что меня спрашивают, ранние, средние, поздние. Звонит мне Чернобака. Константин Ильич, две недели назад мой сверхранний, который у него рос за забором, сенец бая, уже от этого. Косточки, нужны будут? Я говорю, нужны, нужны. Я имею право, если поделился с ним баем, черенками, он выросил деревья, баи, прекрасный. Потом он взял косточки, порастил, за забором высадил четыре дерева, три, почти как бай, из сельцев. Вот. А четвёртый, у него как-то вылезло одно качество. Вспоминаем, всё, два года прошло. Вот. А четвёртый, у него получился сверхранний бай. Я в косточке, а что такое сверхранний? Нам нужен разброс садик, товарищ, 60 деревьев. Видите? Это всё с косточек. Ну, наверное, ему надо, чтобы одни взошли раньше, другие, позже, треть, ещё позже, четвёртый, ещё позже, и в результате, чтобы под заморозок не попали все 60. Пусть 20 подпадёт, остается 40. Пусть 40 под заморозок, но 20 деревьев дадут урожать. И вот так и получилось, что всё сдвинулось. У Чернобаева, моего друга, а его сад, это не копия моего сада, мы называем сад-дублёр. Потому что у него есть свой хозяин, свой талант, ну, как бы сказать, его душа там. Просто сад-дублёр. Он продублировал. И тогда что получается? Значит, разброс такой, что у него ещё раньше. Ещё раньше. Чем в тот год. У меня теперь они заплодоносили первое, когда у него сверхранний заплодоносил. Всё сдвинулось. И теперь я же должен теперь отменить скидку. Поним, чем я клоню? Ну, раз у меня уже сыпят с эти, я уже сколько, я уже на добрую тысячу костик собрал. вот с этим, добрую тысячу. Особенно вот с таких вот. Не самый крупный. И могу отменять скидку и торговать уже по полной стойкости. А полная стойкость помните? Академик 30 рублей, Фаина 30, королевский. Кажется, 25. Я уже не помню, год прошел. Как я не заглядывал туда. то есть я решил так. А у меня все знают, что люди же прикидывают свои возможности. Там у кого зарплата, у кого чё. И тогда читаем мой каталог свежий. Я начинаю всегда с этими словами. Перешлите друзьям. Каталог 22-23 год. Всё по-честному. Никого не дурю голову. А то собрал свежее и буду дурить голову, что это. Так вот, эти не хуже, чем 23-й год. Вот эти не хуже, чем 23-й год. Дальше. Объявление. Только для гостей сайта и каналов железного. То есть для вас. Всё ещё действует. Получается, видите, сейчас я объясню, почему. Надо выживать. Куда ты денешься? Вот тут ещё последние слова где-то. А, тут где-то были слова до 1 августа. Куда не делись? Ну, ладно, нету-нету. Итак, костика, абрикосы, слив, вишень, терешин, семян, 15-й на штуку. Кодовое слово кость. Оно на вас распространяется, те, кто меня слышит. Только сухие. Абрикосы есть. Королевские крупноплодные, баи, фаины, вот, аморы, рыжие, мичунинские сыновья. Мичунинские видели больше. сыновья манджурцев патриарха. На моих фирмах вы видели несколько людей? Вы видели, как я разломал? Главное качество, у них несколько качеств, но не последнее, что все-таки твердые, пусть сахару поменьше, но это соки, компоты, варенье, это мечта хозяйки называется. Я раньше так называл амуры и сенцы амуры, а сейчас в этом году у меня укропнились эти сыновья манджурцы, черт его знает, что они укропнется начали. Опять прямые половые связи, опять будут виска крутить железо про телегонию, ее не существует. Телегония существует, но это очень деликатная тема, потому что сразу вспоминают не только эту лошадь с этими, с полосками от зебры. Вспоминают еще людей, поэтому эта тема фактически запретна. А садоводство диригония существует, значит, если вы посадите маякосовщики манджурцев, что вы получите? Хрен его знает, но не хуже, чем были манджурцы. Вот такой ответ устроить, ненаучный ответ, хрен его знает. Я думаю, вы не обиделись. Фух, психотеринцы самые дохленькие, то есть самые маленькие, самые плоды, самые кислые. Вот, я не знаю, что с ними делать, зараза, ведь и приполярных областях-то и такие будут рады. Эх, соберу. Да, немного, пару ветер соберу. А, ассорти из косичек сада пианиста. Вот, ну, про это вы уже знаете. Там тоже самое, там наша с филиппием, но там нет племеев. Вот там есть этот самый, допустим, Серафим, а там нет Серафима, я прошу прощения, сейчас скажу. ну, например, там есть, там есть, там есть, там есть, эти самые, ну, по виду это, по виду это Амур, только я не знаю, что это, или Артем, ну, допустим, там Артем, вот, а кто его опылил? Да кто угодно, кроме Мензорцев, то есть, племеев там нет, поняли? то есть, можно ждать или Артем, или даже лучше, то есть, можно ждать вот таких чудес, вот таких чудес, вот, а это для, не у всех такое может получиться, ну, мечтать-то не вредно, итак, вишни, косточки еще есть, черешни, косточки есть, сибирские, настоящие, это вам не это, вот, вы знаете, есть человек, который часто клянется Богом, это Железавляйка, вот с этим, почему я так делаю, вот, как просто, значит, вот сейчас, тоска по черешне, ну, откуда у меня черешня могла быть месяц, допустим, назад, а, она уже два месяца продается в магазинах, крупный, отборный, стоит где-то 400 рублей, в Москве вообще по 2000 такие продают за килограмм, вот, допустим, я съел их, ну, они в средней крупности, допустим, у меня сотня косточек, я могу эту сотню косточек продать под видом своих, сотню умножим на 30, когда получается 3000, вот, и на вас заработать 3000, потратив 400 рублей на килограмм этих же самых черешен из этого, вот, я еще больше мог бы, допустим, теоретически, виски выдавать за черешню, хрен вы меня поймаете за руку, бывает невозможно отличить покосчиков, но, я вынужден каждый раз клясться Богом в таких случаях, почему? Потому что Бог не даст, попробуйте это, и вы скажете, Бога нет, делать что хочешь, вот, понимаете, а я говорю, есть, я вам еще буду доказывать, что он есть, вот, потому что то, что творится в природе, оно необъяснимо, неописуемо, все, ладно, я простой металлор, все нобелевские лариаты верят в Бога, они копнули так глубоко, там то, что невозможно добиться с помощью этого же самого ментора, с помощью Тарвина, с помощью бесконечного совершенствования и животных, и насекомых, и этих самых, и грибов, и мхов, и лишайников, и этих самых, слизней, и все, что есть, почему невозможно? все, что выходит за рамки ДНК, это называется уроды, и они уничтожаются природой, не могло быть этой самой, маленькие извинения могли быть, но виды были, попали к нам на землю, готовые, готовые, а значит, давайте на всякий случай и вы верьте в Бога, а значит, если я клянусь Богом, что черешни у меня только в Сибирске, а не с рынка, чтобы задурить голову, значит, у меня только в Сибирске, я клянусь Богом только для того, чтобы это самое, исключить обман, потому что попробуйте вы того, кто, вы знаете, как боятся? На моей памяти за несколько лет, когда бывали такие случаи, поклянусь Богом, я поверю, боятся клясться, боятся? да, обманывают, видно, что обманывают, вот, осталось только поклясться, человек у него выложит очередные 5-10 тысяч, некоторые засаданцы заплатили, сотни тысяч, сотни, садов нет, ну, попроси ты его поклясться, когда он, это, сделает вид, что не услышит тебя, вот тогда и думай, надо было сотни тысяч выкладывать, за мертвого, вот я к чему, ребят, сегодня у меня что-то философское, это, теперь переходим к кулачной вишне, обида лютая, ранее, совершенно ранее, фрукт, вот, вкуснейший фрукт, и вот, повод, из-за того, что я, когда фильм снял, помните, ребенок там, который сказал, 14 лет возьму фамилию Женлеров, это мой внук, вот, его маму, они собирали мой сыр вишне, ну, потом, под этим фирмом, появился вот это, вот, капиталь, живу в Белоруссии, жалко, когда вот так, неизвестно, кто это такой, ну-ка, Людмила А, Людмила А, вкусно, ну, фактически, она не садовод, чеснок, ну, все, что мы знаем, ну, надо хотя бы знать, что это Людмила, итак, Людмила из Белоруссии пишет, раньше, лет 20 назад, у меня были, несколько таких вишенок, но они меня не пересеклили, они были очень рожайные, но на вкус не очень, вот, в том-то и дело, что не очень, почему, потому что, на селе нужно найти, дерево, ну, дерево, куст, они, такие, среди, что-то среди, между деревом и кустом, так, много этих, самых, штамбиков, так вот растет, вот так, вот, ей не повезло, ей никто, не сделал для нее, вкуснее, а ведь это так просто, у меня сейчас, закончили мы, собирать эти вишни, у меня сейчас, две баночки, в одной, вишни на ней написано, сладкое, персиковое, ничего там от персика нет, кроме вкуса, значит, когда я привал персик, на трех куст, я использовал три куста, использовал в кавычках, на них стало, плоды стали вкуснее, то есть, они потеряли кислоту вообще, а тут здоровенный куст, я его называю универсальный, вот, все-таки Сибирь, а вдруг я, с помощью, прививки персика, подпортил, именно морозостойкость, мог, мог, поэтому, у меня есть и покрепче, да там, кислинка, и послаще, я тогда, на одной банке написал, вишня, волосы, в скобках, песикова, но это для себя, это не вцена, а на второй банке написано, вишня, в универсальный, вспоминаем, как у меня в каталоге, вот, примерно так, хотите то, хотите то, живете здесь при полярном круге, я не говорю про, Белоруссию, как Людмила живет в Белоруссии, вот, но, я считаю, моя вишня, отбор, на вкус прошла, вот, и в Белоруссии, моя, которая, была испорчена, персиковым вкусом, так, наверное, она бы вас не разочаровала, а почему так, а потому, что у вас некому этим заниматься, когда речь идет, даже не о прививках, маицы тоже, как несобственные, я же их не привал, мне иногда заказывают, эти, именно с этих деревьев, достаточно вкусные, веточки, на что прививают, понятия не знаю, но, знаете, заказывают штук 5-10, веточек, я их тоже заготавливаю, на что-то прививают, на что-то, ну, многие считают, и, наверное, это правда, что в овосте, если это все-таки, ближе к сливе, или вообще, это, черти-чер, вот, и тогда получается, что на что-то привить можно, родственников имеют, скорее всего, больше из слив, родственных, значит, на что-то привить можно, и почему бы тогда, и не, это, может быть, даже поэкспериментировать, может быть, вкус еще изменится, за счет подвоя, все это очень интересно, но самое главное, это то, что Белоруссия, у нее, и я в Подмосковье дошел, аж две, абсолютно противные, почему их держат, все непонятно, они еще были изувечены, то есть, вместо того, чтобы пышнейший куст был, был один штамп, метровый, а дальше вот это вот, и это, это гадость, это дрянь, это изувеченная вишневолочная, их увечен, а потом они гибнут, их увечен, они гибнут, и все это повторяется, повторяется, давайте, еще тут за рядом, была еще, а еще был один, комментарий, так, живу на Дальнем Востоке, у меня на участке такая вишня растет, я ее формирую, вот из этого слова формирую, я это слово ненавижу, вот, но он-то не знает мои отношения, он увидел фильм, скорее всего, случайно, да, в этом году пчелы опылили, ягод будет много, очень вкусные, компоты на зиму, а разводить кусы, помогают бурундуки, закапывают кучки в землю, потом они просят, все просто, вот, вроде бы наш человек, но вот слово формирую, нельзя вишни формировать, никакие вишни нельзя, вот где слово вишня, хоть войлочная, хоть не войлочная, хоть какая, хоть степная, хоть Владимирская, я их называю, Сибирская с тобой, нельзя формировать, растет и оставьте его в покое, любая формировка, это калечение, из-за этого, прежде всего, я сейчас еще скажу, раз уж я, это, цепляюсь, слово формирую, ну, привык все, ну, все формируют, а самое страшное, в Европе формируют, и вот эта европейская формировка, я считаю так, прежде всего, если бы, какое-то было бы над, над нами всеми стояло бы, хоть какое-то руководство, со здравым смыслом, это должен быть, Министерство науки, высшее образование, это может быть, это самое, ну, откуда они это знают, в этих, в этих делах, по-моему, нигде не разбираются, Министерство сельскохозяйства, вот, это может быть общественная организация, типа, Союз садоводов, но я смотрю, с чем руководители Союза занимаются, они такие же жертвы, как их научили, так они и повторяют, и повторяют, и вот, да, повторялись, я предлагаю, чтобы какая-то над нашими, структура, которая, и человек, которому доверяли, миллионы, сказал однажды, давайте однажды, чтобы это прозвучало по всем каналам, вы знаете, иногда бывает, по всем каналам какая-то новость, может быть, на уровне президента, может на уровне премьер-министра, ведь нашел уже, например, министр, добрые слова, в адрес молодого ученого, который открыл, правда, то, что мы давно открыли, с Латинковым, вот, но, тем не менее, все-таки нашел уже добрые слова, вот, то есть, узаконил, как бы, чтобы появился молодой, талантливый ученый, иначе бы его, хрен бы, кому нужен был бы, вот, высунулся, понимаешь, и вот получается, что, значит, такой человек, над нами, над нами всеми, которого послушают мир, он должен сказать, с этого дня мы прекращаем формировать вишни, любые, Владимирские, эти самые, значит, я уже не говорю, упоминать не будем, эти конкретные сорта, Владимирские, Сибирские, астамбовые, Залезов такое придумал, название, особый класс, вот, они особые, да, вот, 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 просто прекратить подходить с секатором, растет все, не подходить, может быть, все-таки перелом наступит, может быть, видите, это, вот, это же страшная вещь, когда твердят, что Манилес уничтожает миллионы деревьев на глазах всей страны, и ученых, почему они не говорят, что вы возьмите и прекратите это, для начала калечить деревья, я не говорю, что, может быть, он уже достиг такой, ну, искалечить деревья точно должны погибнуть, ну, точно, они же искалечены, оно начинает не просто гибнуть, его жрут, 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 оно потеряло иммунитет, его не боятся, не боятся отравиться, ни тля, ни жуки, ни эти, ни гусеницы, ни листоверки, ни эти самые, ни плодожорки, вот, никто не боится, потому что дерево искалечено, вот только ради этого, вот смотрите, час прошел с небольшим, вот дошел я до этого, слово формирую, прицепился, ради этого стоит жить, повторять я уже десятки раз, десятки раз повторяю, десятки, меня за это по трибуны прогнали, какое я имею право, когда это утверждать, когда это освещено веками, как это дерево загущено, обязательно изувечить, и обязательно сделать ему это самое, последнее достижение, якобы, делай ему чашеобразы, пусть у нас солнце, и вот тогда оно будет жить, вот, а она состоит из сплошных ран, я обязан говорить, пусть меня сегодня трое, три человека, восемь слушают, я обязан говорить, я не могу остановиться, я же реагирую на вас, это не я придумал, Ольга Великова, ну-ка, это она вот это, написала, что формирует, ну-ка, если пока ничего нет, значит она еще пока ничего не достигла, но ее задача, она молодец, она не промолчала, она мне дала повод сказать, что не только Ольга формирует, как можно волосю вишу формировать, вот молодая его, я же не болтал, в этом моем саду, одна из десятков деревьев, вот молодая, нет у нее кроны, нижние ветки стелятся прямо над землей, даже на земле, просто лежат на земле, ну она же не, у меня самый старший уже 30, где-то 3 или 35 лет, а она плодоносит, пусть уже полудохлая, но плодоносит, вы представляете, сделать ей штамп, а? представили? без комментариев, ну вот, пожалуйста, на какой черт это, взять и отрезать ветки, которые плодоносит, зачем отрезать ветки, которые плодоносит, а как она могла формировать, или прорежать, или делать штамп, вот только два пути, наусиные, или прорежать, или делать штамп, отрезая половину веток скелета, не меньше, а то, усадьба, всего недели две прошло, трехметровое дерево показал, изувечил, ветки отрезал, сказал, не положено, вот метр, метр двадцать, вот первый ярус, а в этом ярусе у него была одна ветка, длинная, и одна короче, все, потом, говорит, следующая еще на метр теперь, чик-чик-чик, ты что думаешь, с ума, ты же всю страну учишь, ты что делаешь, а те, кто руководствовал каналом, они такие же, они не могут иначе, для них это и есть норма, колечить деревья, и никто не связывает, и колечить деревья с ваниллезом, что он сам по себе, вот гриб напал, 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 напал на дерево, и сожрал его, что-то у меня вообще, господи, Елена Александровна Советович, ну покажите мне, как выглядит ваниллез, я тебя прошу, ходим, ходим, вот так вот, это дети собрали, еще, это тоже реакция на мой фильм, красота, спасибо вам за труды, это так рано, вишня поспела, просто здорово, нам остается, любоваться чужими трудами, приятно смотреть, мне вот это так возмутило, но наверное, это хороший чек, все с чем хорошо, давайте посмотрим, веселый у него сад, опять ни хрена нет, Сергей Аксенов, опять сад, ну давайте разбираться, спасибо, похвалили, поблагодарили меня за труды, спасибо, вишня рано поспела, за кого, если вишня не должна, в это время поспевать, у меня уже отошла, у меня остатки, у меня птицы наедают, представляете, сегодня 13 июля, обычно в конце июля, на дикая жара, и уже мы собрали, сколько нам надо, на продажу и на это, на выращивание, сейчас покажу, кстати, а все равно, будьте здоровы, и вот, что он пишет, нам остается только любоваться чужими трудами, ну искренне сказал, а почему не садишься, зачем ты залез, посмотрел этот фильм, позавидовать, а потом что, трудно ли эту жменьку купить, сколько вырастает, ну-ка, пусть это не свежая фотография, бедный Сергей Железов, посадил, а так как, сами знаете, что у нас их немерено, сколько здесь было посажено, я его не спрашивал, вот, давайте посадим, с какой густотой, между ними спички коробок, пролезет, нет, смотрите, вы видели, что творится, это был Сергей Однолетний, вы видели, уход какой был, никакого, а потом, пять лет продавал, эту грядку, ну, во-первых, потому что, она не пользуется спросом, зачем она нужна, раз, вот, или столько выросло, вот, поди продай столько, ну, вот, скажите, если жменьку выписал, вы неужели нельзя, в это, вырастить себе, друзьям, я тут одному сказал, лишнее продадите, он говорит, обиделся, я продавать не собираюсь, а потом, а я друзьям рождал, вот, видите, и это ведь тоже, это благоводный человек, пусть не торгав, как я, это Вишня Сибирская штаммова, вот, смотрите, видите, внимание, подходят два друга моих, вот, ну, ни друга нет, знакомый 30 лет, опа, не заходя ко мне, не заходя ко мне, посмотрите, комментарии нужны, а это особая вещь, я в нее, внедрил, три этих самых, черенка, череши, все три пошли, и все три умерли, но я не обиделся, я ждал, что будет, стало слаще, так, и, доказательство того, что она, на особицу стала, знаете почему, у нее, у меня все Вишни в этом году, полупустые, я имею ввиду, особая вещь, Жуковская, вот, ну, которая посажена руками, которая здесь давно росли, еще и до меня, там тоже Вишни полно, а в этом году, я смотрю, вот особый, попали под замороз, прошелся, никто не виноват, какие распускались, все попали, а это у меня старый снимок, может, ему лет 10, и в этом году, она опять будет такая же, она сейчас еще зеленая, я потом покажу, почему, догадайтесь, почему она зеленая, когда я уже, это, у нас остальная Вишня, где птицы не съели, где мороз не ударил, она уже поспела, поздно созревает, вот это ее особенность, а вот, а вот, этот причем, это гибрид Вишни и Черешни, посмотрите на листья, кто разбирается, друзья, это листья вишневая или Черешни, ну-ка, вы знаете, что у Вишни есть, внимание, у Вишни есть, сердеечка, смотрим, а у Черешни, вытянутые, мы имеем, хотя, все три Черешни погибли, мы имеем на лицо, не Вишни-Черешни гибрид, а вот, достаточно вкусный, пусть Вишня, не Черешни, но достаточно вкусный, раз, и созревает позже, и не попал под заморозки, два, я вам покажу позже, что самое у меня, из моей рукой посажено, дерево, тут рядом есть заброшенный сад, там эти, там их сотни тысяч, ну, правда, мои вкуснее, и тогда получается, что, получается, что на особицу вывелось качество, главное, позднее доцветание, позднее созревание, и в этом году я сооружаю, значит, косточки будут собраны, в этом году, сейчас она зеленая, плохо видно, я вам потом покажу, там будет вот так вот написано, написано, ведь старая фотография, тогда не было этих нумераций, старая, старая, старая фотография, старая, старая фотография, вот, старая, ну, не старая, несколько лет, старая, сейчас покажу, вот, а вот эта свежая, и вот, когда вот такой будет, там, допустим, июль, 24-го года, И дата будет и часы и минуты Это значит, что я вас не обманул Что я вам продемонстрирую Точно такое же Это самое дерево Вот оно Которое обошло Заморозок И даст прекрасные плоды А я в косточке Вы меня поняли, да? Так, друзья, осталось полчаса Надо побольше советов Чтобы вас не подвезти Я вам рассказывал Вы знаете, степные пожары Пожары в садах Сейчас очень много лютуют Пожарные службы, правильно? Везде там близки в лес не заезжать Уже не то, что не разводить костры А просто не заезжать, все Заяхал в лес, ты преступник, ты предатель Вот А теперь вопрос А, и сады горят Это везде-всюду Ну, последний вы видели Страшный пожар Был в Крыму, да? А, нет, в Водинах себе Новороссийска Ну, короче, там, на юге И, а мы У нас консляции хватает И фигути хватает Вот И не хочется, чтобы он Уничтожил сад в одночасье И если сейчас горят тайга Тайга Если она рядом загорится В дикую жару Она полыхнет И зацепит и это Дома А где дома, там будут гореть И сады Это Ну, это почти неизбежно Потому что дураков хватает А вот Обычно Это или ранняя весна Или поздняя осень Когда трава сухая Уже зелень нет Зелень и так горит И тогда я Рассказываю слово Он горький опыт Вы знаете, что я потерял Пятигектарный сад Вот Но это мне Эти Арендаторы Свинью подсунули Вот Свинью Большую, большую свинью И тогда Потому что соседский Сторог был на месте И Там обошлось Соседний участок А мой Сгорел Ну, я рассказывал Про тысячи Тысячи А здесь не так Я просто всем говорю Есть уже современная техника Ну, в данном случае Это бензокоса Так Вот Значит Есть опытный товарищ Вроде моего друга Андрея Вот он Вот А это мой сад И вот Он Не просто косит В данном случае Это середина лета Конец июня Ну, считайте Что начало июля Это Покос такой был И последний Он будет косить Перед самой зимой И вот Когда он вот так Скосит Трава уже не загорится Поним? А Почему я вынужден Это говорить? Ведь я же вас К чему призываю? Я призываю Не перекапывать почву Здесь огромно Вот это все Те, кто учат Перекапать почву У людей Которых Несколько соток Он обрекает Их на страшные Муки Плоть до До этого самого До Радикулита И хондроза И прочих Радости Вот Больных ног Руки Все А Когда я сказал Боли ноги Я говорю В какой стране Мы живем Я все время Хотел Это пример Приводить Включаю Радио Еду в машине Это Пусть немножко В сторону ушел Я когда раз Забываю Сказал про Больные ноги Я вспомнил Эту историю Итак Телекар Нет Радио Самое популярное В России Это радио Комсаловская правда Вы знаете Да Вот Смело Отчаянно Но ему надо Зарабатывать деньги И оно дает Время на рекламу Слушайте рекламу Фух Большинство Из нас Имеют Больные ноги Так как И вот эта вот Подлость Невероятная Она Занимает Первое Терре второе Место Вместе с этими С лекарствами А для деревьев Не имея понятия От чего деревья Болеют Искалеченные Прежде всего Искалеченные Вот Не имея об этом Понятия Вот Учат Учат Страху Нагоняют На садоводов И на самих себя Чтобы мы Не умерли за 4 года За 5 лет Не умерли Каждый четвертый Из нас Это миллионы Умрут От того Что они не приняли Это лекарство Это я отвлекся Потому что Подлее не бывает Такого Чтобы бежать Тут же Перезвонить Покупать лекарства И обогащать Еще этих Самых Как их называть А ведь это же Федеральная Радиостанция Федеральная А главное Считать Маяк уже Позже Это радиороссия Уже позже Менее популярный А это же Самая популярная Вот Все Через 5 лет Нас станет На четверть меньше Кто Никого Ноги не болят Возвращаясь в сад Итак Последний раз Вот до такой частоты Выкашивается И только в этом случае Действует Мой совет Перекапывать Не надо Но Сохранить Надо почву А трава Подчиняется Огню Значит Траву Надо Избавляться От нее Это компромисс Если бы Если бы Не бояться Поджогов Пусть бы Травка Вот такая Травка Зеленеет Солнышко Блесит Пусть Она даже Была бы По колено Тоже Ничего Деревам В таком возрасте Деревам Уже Пофигу Значит Есть трава Нет травы Ну Косим И еще Не могу В общем Когда Прошли десятки лет А я не удобрял Ни разу А урожаи И видели Я же не придумаю И не езжу В Крым Снимать Урожай Фотографии Делать То получается Что Почему Хватает Питательных Веществ В чем Я убедился Значит Трава Просто Растет Вот Она выросла И она Заняла Место Под солнцем Назовем так Трава Это Разницы Нет Трава Кусы Деревья Только Развлечается Ростом Одни и те же Вести Одни и те же Законы И тогда Получается Что она выросла Место Заняла И Благоверится И до осени Она Будет Давать Семена Некоторые Пукаются Помните Там Ой Как же Можно Это Там же Обыкновенный Этот Самый Пух От Какой Летенцы Погнаем От Одванчика Вова Ой Там Надо Унестрать Дуванчик А то еще Больше Будет Дождливый Сезон Четыре Сухой Три За лето Так Вырастает Где-то По коленду Или По валенок Вырастает Ну я так Образно Вот так И После этого Скашивается И вот Когда Скашили Дали Шанс То есть Вся Эта Масса Вся Она уже Достигает Определенной Высоты А дальше Уже не растет И вся Эта Масса Зеленая Масса Превращается Вот в эту Труху Которую Вы видите На очень Удачной Фотографии Все Теперь Она Будучи Перемолота Автоматически Она Быстро Превратится В Удобрение Уже На следующий Уже Это Осенью И весной Уже будут Сграть Учерги Именно Вот эту Труху А что Дальше Происходит Освободилось Место Под Следующий Рост То есть Если Три Четыре Раза Покосили То Каждый Раз Получается Прибавка Зеленой Массы Мы Как Знаем У нас Это Почти Вся Атмосфера Почти Вся Этот Самый Воздух Состоит Из Азота Растением Нужен Азот Азот Нужен Растением Как Как Самая Ценная Как Самая Ценная Пищевая Добавка Или Как Там Вот Но Он Асмосферный Он Не Вступает Ни Одна Молекула Не Вступает В Это Самое Не 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 Это Не 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 Удобряет Не Кормит Дерево Ни Одна Молекула Из Триллионов Которые Вот Они В Воздухе Вот Мы Дышим Не Получается Надо Лист Так Потом Сгнил А потом Уже В виде Компоста В виде Органики Там Уже Он Уже Связан Он Уже Освоен Но Тут Получается Что Скосили Раз Снова Выросло Скосили Два Скосили Три И Несмотря На То Что Мы Отсюда Убираем Урожай В немалом Количестве Все Рано Прибавка Получается Как минимум Восстанавливается Само Качество Почвы То есть Назовем Богатство Как Качество Почвы В смысле Что Питание В виде питательных Веществ Почва Полностью Восстанавливается Несмотря На Урожай Вот То есть Вот Цена Кошения А Избавились От Больше Не Сгорит Если Скосили Перед Зимой Мы Избавляемся От Этой Глупой Перекопки Которая Вот Кто Посоветовал А я Видел Такие Сады Когда Едешь По Трассе Сайногорск Майна И Вот Видишь Сверху Вниз Вот Они Там Шивенькие Заборы А сверху Видно И Через Забор И Вдруг Видишь Сад Он Побелен Вот Он Пострижен И Вся Почва Господи Вам Что Заняться Нечем Зачем Вы Кого Вы Слушаете А таких Хватает Как Минимум Это Прествольный Круг А Прествольный Круг Определяет По Площади Кроны Если Кроны 10 квадратных Метров Перекопает 10 метров Почвы И Ведь На полном Серьезе И Ведь Долбят И Долбят Не Все Перекапывают Но Кто Не Перекопал Или Рас Попробовал Сказал Нахрен Мне Этот Сад Нужен Я Что Идиот Не Перекопаешь Урожая Не Будет Уверен Он Копать Заставляет Не Зря Чтобы Урожай Был Нахрен Мне Нужен Этот Сад Так Нет Я Просто Поражаюсь А Еще Умудряется Скопать Эти же 5-10 квадратных Метров Еще На них Это Цветочки Посадить Чтоб Туда Мороз Попадал Через Эту Искалеченную Почву Мороз Попадает Вот Специалистов Развел Ой Теперь Вы Поняли Перед Зимой Последний Раскрасили До Такого Состояния Пожара Не Будет 3-4 Покоса За Лето Эта Органика Пополняется Вот И Все Хватит Пока Осталось 20 минут Осталось 20 минут Так Знаете Что Я Наверное Больше Не смогу Сказать Что Здорово Да Но Усталость Дичайшая Я Приехал При Плюс 34 градуса Вышел С Машины Как Я Дошел До Дома Полтора Часа Лежал Провожу Мебинар Давайте На Этому Закончим Хотя Дальше Будет Много Интересных Тем Вот Одна Из Них Осенью Продать Хоть Немного Нам С Юли Хоть Немного Вот Эти Сейчас Даже С Ц Цены Нет Я Уже Косочки Вам О Говорю 24 Год Косочки Будут Стоят 25 30 Руб 21 22 23 Год Они Стоят 15 Руб Ну Кому Не Терпешь Хочется Быстрее Тогда Покупайте Эти Сен Юли Умеет Покарать Посылки Это Это Вот Это Что Приходят Мертвые Вот Приходят Они Уже Мертвые Сколько Людей Сотни Людей Пожалуй Уж Поверьте Дядь Не Погиб Почему Это Моя Очередница Так Ну А 500 Рублей Не Деньги Мутилка Водки Причем Пошивая Примерно Столько И Стоит Я Всегда Сравни Водку Всегда Деньги Редус А На Это Нет А Какие Они Дают Результаты Значит Так Мы За 20 Помогите Хорошо Вы Тоже Устаете Что Сегодня Успел Что Сказал Сейчас Про Эпидемию Рака Поговорим Следующий Раз Вот Это Подлость Вырежьте Все Мелкие Ветки Это Каким Надо Быть Обзываться Нехорошо Но Ведь В Самошедшем Доме Это Сошло Да Нет Вы знаете Самошедшем Доме У людей Создвинутой Психикой Создвинутыми Мозгами Это Не обязательно Он Может Тоже Сказать Он Наполеон Но Он Может Сказать Так Как Я Что Вы Братцы Сгну Съехало Что Значит Вырежьте Все Мелкие Это Плодовая Все Мелкие Это Плодовые Ветки Что Значит Вырежьте Все Мелкие Что Значит Вырежьте Десятках Сотни Публикаций Вырежьте Все Мелкие Ветки И И Тогда Я Еще Ладно Пару Минут Тогда Я Придумал Если Бо Их Заставлять Вот Так Если Бо Власть Была Абсолютная Чтобы Проучить Вот Этих Учителей Подходим Дерево Я готов Был Даже Отдать Несколько Своих Деревев На Распавл Ради Того Чтобы Всю Страну Переучить Подходим Видим Вот Эти Самые Но Этого Года Они У меня Мелкие Видите Нет Не Мелкие Это Я Немножко Так Хвастаюсь Они Не Очень Крупные В те Годы Были Еще Полтора Круг Но Пусть Вот Это Подвести К Такому Дереву Вот Она Мелкая Ветка А Теперь Возьми Секат Тем Более Учат Еще Летом Обрезать А У них Видимо Никогда Урожаем Не Бывает Они Незнакомы Чтобы На дереве Рассить Плоды Они Этого Не Знают Потому Что Никогда Плодов Сроду Не Было И Они Говорят Чтобы Были Плоды Давайте Резать А Я Подвел А У них Наручники На Руках Потом Доброльно Не Пойдут А Тут Ребята Крепкие Спецназовцы А Меня Назначили На Один Час Этим Самым Глав Ну В общем Поняли Обладающего Властью Я Подвожу Говорю Так Вот Секатор Снимайте Наручники Но Чтобы Не Убежал Или Не Убежала На всякий Случай Стойте Рядом А Теперь Отрезай Эту Ветку Вот Отрежь Эту Ветку Вот Отрежь Потом Подвел Был Другую Третью Четвертую Пятую Деревую Не Пожалел Был И Все Это А Тут Рядом Камеры Первый Канал Второй Первый Или Второй Канал Учил Брат Вспомни Эта Передача Там Сискориза Да Те же Самые Идиотские Ой Больше Не буду Таких Слова Те же Самые Неправильные Губительные Приемы На всю Страну Сидят Те же Обыватели Такие Как Эти Как Какие Уже Наученные Вот И всему Научат И в середине Лето Научат Вот Подвел Был бы Сказ Греш И все Это И первый Канал Второй Канал НТВ Все Каналы И канал Усадьба Который Это Самое Ну Мягко Говоря Сказать Бесполезный Обидится Малополезный Вот Бо И тут Бо Я По Это Самое Я Бо Посмотрел Как Режет Я Бо Посмотрел Поднялась Бо Рука Вот Теперь Все Сказал На Сегодня Итак Друзья Мы Сейчас Переходим Вот Сюда И У нас Еще Меньше Стало И На Пять Минут Растанемся Я Пойду На Кухню Успокоюсь Как Сказал Нас Итак Друзья Мы Сейчас Переходим Вот Сюда Юрий Написал На Двух Каналах Меньше 30 Человек И То Нас Сейчас Слушало Меньше 30 Человек Но Для Меня Это Уже Становится Нормой Дальше Будет Так Брат Дальше Будет Лето Жаркое Вот Так Меньше Не Останется Потому Что Кто Т Нас Должен Поддерживать Раз Теперь Второе Начинается Знаете Когда Начинается Это Так Называем Интерес Где То С Осенью Первый Интерес Это Когда У меня Созреют Плоды И Прибавится Желающих Их Купить Вот Это Два И Зимой Людям Делать Нечего Тогда Надеюсь Вернуться Все На Место Те Кто Сейчас Страдает От Жары Которая Сейчас Наши Люди Не Перекапывают Почву Слава Богу Но Работ Хватает Так Все Друзья Я 30 Так 30 Я Пошел На Кухню На 5 Минут Я Пожалел Я Не 15 Раньше Заходил Жара